ПОЛЕЗНЫЙ ГОРОД Потому что многие родители хотят для них, может быть, найти какое-то новое место, найти более качественное образование или какое-то специализированное образование. Вот один из вариантов – это кадетские классы. Они есть в обычных школах, но есть у нас в Кирове и специализированное учебное заведение, частный кадетский колледж «Север». Может быть, вы нам расскажете, в чём разница? Ну, во-первых, мы приглашаем ребят с 4 по 11 класс. Берём на начало учебного года, в течение года и с января. Последнюю четвертую четверть набор не ведём. Чем мы отличаемся от других учебных заведений? Ну, в первую очередь, это наше кадетское образование. Это кадетский компонент, это строевая, огневая подготовка и уставная деятельность. Помимо кадетского образования, образовательная программа, она, как у всех, как обычно, во всех наших кировских школах, по всей России она одинаковая. Ну, плюс у нас разнообразная внеклассная работа. Есть внеурочная деятельность, это целый компонент IT-технологии, это целый такой спортивный блок, это занятие игривым спортом, это обязательно занятие самбо. Это всё идёт плюсом. Помимо этого, вместо музыки, как мы её понимаем, мы преподаем обучение игры на гитаре. И в этом году ещё добавили изодеятельность. То есть есть ребята среди кадет, которые более творческие натуры и которые видят себя даже уже архитекторами. Раз в неделю мы проводим такие мастер-классы по изодеятельности. Самое главное, чем мы отличаемся от обычных кадетских классов, это всё-таки режимом и тем, что с нашими ребятами и работают наставники-офицеры. Вот это самое главное отличие, это мужчины в первую очередь. Они работают с ними 24 на 7, погружены полностью в жизнь детей, знают про каждого, я думаю, что всё. И такой момент – это построение. То есть всё идёт через построение. Это дисциплина, естественно, режим некий, к чему ребята привыкают. Это огромный плюс в воспитании. И вот теперь давайте по порядку. Вы меня поправьте, если я неправильно что-то пойму. В обычной школе я привожу ребёнка, он занимается свою смену, уходит домой полдня. Если я правильно понимаю, у вас, во-первых, ребёнок может либо круглосуточно жить в течение какого-то долгого времени, да, либо в течение дня до вечера, да? Это называется круглосуточно и полнодневное пребывание. Полнодневное – это ребята приходят к 8.00, уроки у нас начинаются в 8.15, в 8.00 построение, наставник здороваться, приветствует, поют ребята на построении гимн, поднимается флаг Российской Федерации, проходят уроки, кадетский компонент. Это всё вместе, это всё неразрывно. Моменты принятия пищи, они у нас так называются. Завтрак, обед, полдник. И в 15.30 заканчивается образовательная программа, дополнительный час сампо. Сампо – это самоподготовка, то есть у всех ребят есть возможность целый час выучить домашнее задание. Потом итоговая строевая подготовка, построение итоговое, и в 17.30, в 18.00 дети отпускаем домой. Это те, которые полнодневные, то есть городские, как мы их называем, они уходят домой. А круглосуточные, да, это, значит, для них это окончание учебной деятельности. Они проходят в интернат, мы это, интернат называют это место проживания. У нас он находится на первом этаже нашего же помещения, и у ребят начинается такая, ну, я бы не сказала, вольная жизнь, всё в режиме, всё по времени делается, то есть они переодеваются, и вот эта внеурочная деятельность, она как раз начинается вот в это же вечернее время. До 19.00, в 19.00 снова построение, у них ужин. В 19.00 выдаются телефоны, то есть это возможность поговорить с родителем, созвониться с друзьями, поиграть в игры, и до полдесятого. Старшие дети у нас выходят в город, в тренажёрный зал, в большой они ходят. Кто-то ходит на тренировки, тейквондо, кто-то, ребята, ходят в бассейн, занимаются профессионально плаванием, гитара в это же время вечернее. Ну и плюс в свободное время его никто не отменял, это время общения между детьми. А условия проживания? Ну, я бы сказала, вообще, это маленькая армия, когда дети у нас находятся круглосуточно. Это комната, где 10 кроватей, армейская дисциплина, армейская картинка внутри комнаты, у каждого тумбочка, прикроватный коврик они называют, стол, сама кровать. Есть две досуговые комнаты, где у ребят есть компьютер, где они, в принципе, ведут свою подростковую нормальную жизнь, общаясь и в соцсетях. Но это, конечно, определено по времени, только с 7 вечера после ужина до полдесятого, а в 10 часов у нас отбой. Ну, не забывайте, так как они с наставниками, наставник их видит, слышит, перед тем, как приступить к ужину, переодеться, они должны обязательно снять носки, выстирать, идет построение, наставник проверяет наличие чистых ног, выстиранных носков и так далее. Ребята проживают разного возраста. Вот самый маленький в этом году, 10-летний москвич. Вот представьте, 10 лет, он вчера был с мамой, сегодня он уже без мамы, но год прожив у нас, умеет делать все. И самое главное, он же дежурно по комнате бывает, и то есть он и пол умоет, становится таким ответственным, я думаю, что он. Вы сказали москвич, то есть не только из Кирова ребята у вас, да? Вот те ребята, которые с круглосуточным проживанием, это 100% иногородние дети, то есть они с Южно-Сахалинска до Калининграда, полностью с севера, с Ямала есть, Камчатка есть, Краснодар, то есть со всей территорией Российской Федерации мы принимаем детей. А вообще вот если на географическое расположение не смотреть, может быть, вы посоветовали бы, как лучше отдать ребёнка на полнодневное или на круглосуточное проживание? Ведь здесь, наверное, и разный подход, там, воспитание, формирование личности. Ну, безусловно. Первый момент – это ценовая политика, конечно. Это отличаться по денежкам, то есть оплата за полнодневное пребывание и круглосуточное, но практически в два раза отличаться по цене. Другая ситуация ещё в начале, это когда мы принимаем ребёнка, обязательно тестирование с психологом. Это не всем показательно быть в таких условиях. Ну, не все ребёнки. Наша задача не сломать психику ребёнка, а наоборот, дать помочь определиться в раннем возрасте, кадет ли он, будущий военный или ещё что-то. Для кого-то противопоказано это реально. Не надо ломать психику, но он не кадет, этого не надо делать. Если он проходит наше тестирование, мы видим, что ребёнок способный принять, прожить такие условия, то, естественно, мы берём его к себе. Вообще, может быть, вот есть какие-то реальные случаи, как ребёнок меняется, живя у вас, как характер там? Самый главный показатель – это когда сам ребёнок говорит, вы не представляете, какой я пришёл, какой я был хулиган, условно говоря, а какой я выхожу сейчас, это два разных человека. И когда слышим слова благодарности от родителей, когда ребёнок учился уже полгода, то есть уже какую-то разницу родители видят. Ну, дисциплина, ответственность – это вот прежде всего, что появляться, потому что режим. То есть это всё по времени, всё делается, чётко нельзя опоздать. Если это общее построение, и ты где-то задержался, то… Ну, я не скажу, что плохо будет, но некие наказания есть. То есть наказание – это комплекс специальных упражнений в вечернее время, и наказывается не один ребёнок, который, так сказать, накосячил, извините за выражение, а наказывается полностью класс, из какого он отделения. Чтобы ребята понимали, что они коллектив, в следующий раз такой ситуации не было. А вообще вот родители с какой целью чаще всего детей к вам приводят? Или, может быть, я вообще здесь не права, и нельзя так говорить, что родители приводят? Это не они должны решать. Первый вопрос при собеседовании – я задаю чую решение. Если ребёнок говорит, меня привели, я родителям говорю о том, что задумайтесь, не время, может, через год, может, через два, пусть сам примет это решение. Есть ребята, которые говорят, да, это моё решение, я хочу, у меня дедушка военный, папа военный, я хочу быть лётчиком. Я говорю, ну, давай проверим, может, это реально не твоё. Вот это папы, дедушки, но военная деятельность, да, может быть, не твоя. И, естественно, он понимает, его это или не его предназначение. То есть здесь основная эта цель, какая всё-таки вот тех, кто приходит обычно? Как говорят наши наставники-офицеры, воспитать мужчин. Вот это, я думаю, что наша миссия – из мальчишек сделать настоящих героев, может быть, для себя героев. Я не скажу, что у нас много плохишей там или ещё, нет, таких у нас ребят нет, они все хороши по-своему. Вот ещё такой момент. Некоторые родители, когда отдают, говорят, связался с плохой компанией, нужно огородить. Шестой, седьмой класс – это же такой самый подростковый период, когда ребята ведутся, своего мнения совсем не имеют, ведомые в каких-то ситуациях. И вот они отправляют к нам, лишь бы отгородить, защитить, может быть. Но, естественно, они выходят из той компании, попадают в наши условия, к нашим наставникам, у которых миссия сделать из наших парней мужчин. То есть множественных, ответственных, решительных, которые отвечают за свои поступки. Эффект положительный. Безусловно, безусловно. По поводу мужественности, у вас ведь и девчонки есть. Есть и девчонки. В этом году у нас пять девчонок разного возраста, две семиклассницы. При том, что девчонки пришли с января года, и уже положительный отзыв одной от мамы, прямо она позвонила и говорит, мы видим результат. Даже сам момент, что девочка стала стремиться идти в школу, она выезжает и достаточно далеко по городу живёт, встаёт раньше, чем надо, едет. И вот этот один момент, что она стала стремиться идти в школу, для многих родителей это плюс. А девочки с какой мотивацией приходят? Ну, заметьте, это девчонки, это не те барби-девочки у нас учатся, которые совсем уж прямо девочки-девочки. Нет. На собеседовании мне было бы тоже это видно и понятно, и психолог бы посоветовал родителям, что не стоит девочку сюда отдавать, это не те условия, это мужской коллектив, где есть свои правила, где есть свои условия. И не любая девочка, естественно, может принять, ну, выжить, не выжить, это может грубо сказано, но, в принципе, в какой-то степени да. Есть девчонки, которые уже учатся у нас на СПО, СПО это колледж, на базе девятого класса они поступили, они уже владеют такими чертами характера, которые, они пойдут дальше в правоохранительную деятельность, то есть это полицвумены, так сказать, то есть, естественно, они обладают какими-то специальными чертами характера для этой будущей своей профессии. Но девочки, насколько я понимаю, не живут вот в этом общежитии. Да, условий, к сожалению, для проживания в интернате девчонок у нас пока нет, ключевого слова пока нет. Я думаю, что по спросу мы будем работать в этом направлении. Спрос есть, желания родителей есть, но пока условия не созданы. Я думаю, что это наша будущая задача, сделать небольшой интернат и для девчонок. Ещё об атмосфере хочу вас спросить. Вообще, конечно, много уже мы с вами говорили о том, что это военная дисциплина, но всё-таки вот, может быть, у вас, как у директора, есть какая-то установка, это атмосфера больше казармы или это атмосфера семейная, атмосфера заботы друг о друге? То есть вот как отношения складываются у наставников, у ребят? Ну, я думаю, что это маленькая военная семья. У нас есть устав, где все прописаны правила, которые нельзя нарушать. В принципе, в любой семье тоже есть приняты правила, какие-то праздники и так далее. Как и в нашей военной семье есть тоже и правила, и праздники, и традиционные мероприятия, и посвящение в кадеты. Ребята понимают, что они не дома, они не в семье, они понимают, что родителей рядом нет. Но я не скажу, что у нас казарма или как-то холодно, психологически я имею в виду, некомфортно, тоже с этим не соглашусь. Вот что-то, я думаю, что среднее. А вот этот период адаптации, он... У всех разные, безусловно, он есть. У кого-то месяц-два привыкают хорошо к этому, у кого-то более длительный период адаптации. Но справляются, у нас работают психологи. В этом направлении родители звонят, просят... То есть для родителей общение свободное и с детьми по вечерам, и с вами? И с учителями, и заучем. Если вопросы есть по учёбе, звонят и заучу, спрашивают, и насчёт каких-то, может, доп. уроков, какой-то общей успеваемости ребёнка. То есть полностью открыты. У нас есть закрытая группа ВКонтакте, где тоже родители видят нашу внеклассную жизнь, где мы делаем фотоотчёты всех тех мероприятий, куда мы ходим. Ну, естественно, карантин чуть-чуть в этом году нарушил наши планы. Было меньше мероприятий, чем запланировано. Но я думаю, что мы всё равно будем жить так, как жили раньше, в тех условиях, которые мы сейчас приняли. То есть внеклассная работа, как она была, так и будет. По выходным ребята ходят в бассейн, те, которые вот круглосуточно. Во вторник мы ходили в ТЮС, в театр на Достоевского мальчики. Спектакль очень понравился. Сходить могут все, не только те, кто... Безусловно. Мы, если мероприятие внеклассное, выход в город, мы привлекаем ребят всех их городских. Это, ну, естественно, по желанию, там ведь и семейная ситуация, кто-то где-то чем-то занят. Но наша задача сплотить полностью коллектив, чтобы он был большой и дружный. А вот об учёбе ещё давайте подробнее, может быть, поговорим. Какова наполняемость в классах? Классы у нас небольшие. По наполняемости до 10-12 человек в каждом классе. В этом году мы набрали 8 пятиклассников, их 8 человек и учатся. Мы можем в течение года кого-то принять. Можем, наоборот, были случаи отчисления, ну, там разные есть причины. Почему-то думают, что если платное учреждение, то мы должны терпеть всех хулиганов и так далее. Нет. Если ребёнок мешает образовательному процессу, если он мешает жизни учителей и так далее, естественно, ребята, исключаем. Если есть академическая какая-то задолженность, естественно, тоже ребёнок предупреждается, студент предупреждается, приносятся сроки сессии и так далее. Но если не выполняется, естественно, приказ об отчислении, как в любом учебном заведении. А вообще по обучению есть у вас упор на какие-то определённые предметы или именно спортивный блок больше всего развит? Образовательная программа, повторюсь, как во всех российских школах. Мы не углублённое заведение, но скажу такой момент, что образовательная программа и внеурочная деятельность, на мой взгляд, они равны. Нельзя сделать что-то большее или по часам больше, или упор в внеурочку, или на кадетский компонент. Нет. Вот всё правильно в дозированном состоянии. IT-технологии для всех обязательно, они прямо встроены в расписание. Допустим, у кого-то пятому уроку, у кого-то четвёртым и так далее. Гитара для всех. А вот если тебе гитара нравится, то возможность в вечернее время посещать дополнительно, и то есть навык, естественно, будет развиваться. Плюс какие-то спортивные тренировки. Да-да-да. Самбо тоже вписано в расписание. Бонусом таким у нас для ребят с 14 лет есть прыжок с парашюта. Мы этим тоже занимаемся. У нас есть ребята, которые уже получили наградные эти значки. Есть у нас один человек уже с книжкой, где уже прямо фиксируются все прыжки. Он вот учится у нас на СПО, первый курс заканчивает, и вот он поставил себе цель напрыгать столько прыжков и заняться вот таким парашютным спортом. По поводу IT-технологий вы уже об этом говорили. Я посмотрела у вас на сайте, появилось не так давно новое направление военный программист. Вот, может быть, подробнее расскажете, для кого это... Значит, в этом году был такой эксперимент, не эксперимент. Мы ввели расписание вот этот IT-технологий компонент. Он даётся с 4 по 8 класс. Это та база, те дети, которые... Ну, естественно, для каждого класса на своём уровне даётся. 9-й, 11-й класс не трогали, потому что это подготовка ОГЭ к ЕГЭ. Ребята получают в течение года IT-технологии. Если кому-то мы понимаем, что более интересный момент IT-технологии, мы планируем в следующем году набрать параллельно классы. То есть, ну, условно, мы набираем 2 шестых класса. В одном шестом классе полностью кадетский компонент, а в другом полностью IT-компонент. Но общий режим, огневая, строевая и так далее, она даётся для всех одинаково. То есть, ребёнок, помимо кадетского образования, получает ещё и компонент IT-технологий. То есть, если это соединить, то это военный программист. Это какой-то годовой курс? Безусловно, безусловно. Безусловно. Это всё расписано. У нас есть учебный план, прописанные часы, прописанные темы, всё согласно возраста. Если мы в этом году наберём и десятый, то я думаю, что мы в десятом более основательно дадим вот эту программу. В шестой класс вы принимаете? Это, например, шестой. Мы в любой принимаем. То есть, если родители, ребёнка интересуют это направление, то они могут прийти именно... Да, от трёх человек мы откроем класс. А вот по оборудованию, инфраструктуре, хотела ещё вас спросить, оборудование всё своё? Если классы наберутся, естественно, мы штат будем расширять. На данный момент у нас заключён договор с ИП, который нас обслуживает. А по инфраструктуре спортзалы, стадионы? Стадион «Динамо» у нас тоже в аренде зал. Раз в неделю ребята старших классов ходят заниматься волейболом, баскетболом. То есть, это всё по образовательной программе, по физкультуре они эти часы получают. Есть свой собственный спортзал, где у нас татами. Вот как раз для занятия самбо, рукопашного боя, физкультуры. Если это зима, лыжи — это парк Гагарина, где, в принципе, занимается и наш университет, и мы, и лыжня есть, и беговые дорожки, и так далее. Наверное, для меня, как для родителя, было бы ещё важно такой момент, допустим, ну, отдалая ребёнка, да, и вдруг он заболеет. Есть ли врачи в штате? Естественно, есть полностью в нашем штате врач на целую ставку. Все ребята знают, куда обращаться. У нас свой медицинский кабинет специализированный, аттестованный. Все медикаменты есть, введутся все медицинские дела, медицинские карточки. Если нужно пройти кому-то, какое-то обследование, у нас заключён договор с городской нашей больницей. Раз в год мы проходим школьный медосмотр, комиссия из врачей приходит к нам на территорию, дети сдают анализы. Ну, ещё, наверное, последний вопрос по поводу вот этого кадетского корпуса, да, и перейдём к ещё одному вашему направлению, это СПО. А по поводу кадетского корпуса, вот интересно, вы следите ли, во-первых, за вашими выпускниками, куда они идут дальше и вообще куда можно пойти после окончания вот этой школы? В этом году у нас выпускников после девятого класса 10 человек, а после одиннадцатого класса 4 человека. После девятого класса ребята сдают ОГЭ, получают аттестат, у них есть выбор и идти к нам в 10 класс или разъезжаются по домам и поступают уже куда-то у себя. Есть возможность ещё на базе девяти классов поступить к нам в СПО. СПО – это профессиональное образование, у нас есть правоохранительная деятельность, специальность юрист. Самое главное – это документы, что сдано ОГЭ, ну и, естественно, получен аттестат. Мы приглашаем ребёнка на собеседование. Собеседование проходит точно так же со мной, с психологом, то есть готов ребёнок, не готов идти учиться с нами дальше. И вот весь этот кадетский компонент, IT-технологии и так далее, он точно так же распространяется как на школьников, так и на СПО. То есть весь режим дня, что мы диктуем для наших школьников, это всё проецируется на колледже. И школа, и студенты, они стоят все на одном построении. То есть первое отделение – это как раз у нас колледж, это ребята первый, второй, третий, четвёртый курс, а потом идут школьники. То есть вот эта связь взрослых и маленьких ребят, она прямо вот здесь у нас работает, так сказать. Ответили бы как раз на мой следующий вопрос, в чём разница между вашим колледжем и между обычным колледжем. Ну и момент такого наставничества, не среди взрослых, а среди детей. То есть ребята, которые студенты СПО, у них есть возможность быть командирами у маленьких, у других отделений. Ребята, кто становится командирами, не становятся они просто так. То есть это хорошая учёба, это какие-то лидерские качества, это некий авторитет. Всё вместе ребёнок может занять должность командира. От срочек от армии есть? Естественно, всё как везде. В СПО тоже группы небольшие, но до пяти человек мы берём, потому что смысла тоже больше нет. Индивидуальное обучение везде и всегда. Точно так же ребята приходят с родителями, назначаем собеседование и зачисляем. Ну и опять же, где можно работать, да, после окончания? И может быть, у вас есть связь с какими-то высшими учебными заведениями, куда можно пойти сразу? Это третий-четвёртый курс. В учебном плане есть прохождение практики. Желаем и проходим в тех наших кировских учреждениях, где наших ребят берут и где они проходят реальную практику, как юристы прохоронительной деятельности. А по поводу высших учебных заведений? Высшее учебное заведение. Вот на данный момент это четыре выпускника. Они у нас трое не кировских, то есть те ребята, которые с проживанием. Естественно, весь год их ведёт наш психолог. То есть он их протестировал, посмотрел, у кого какие способности. Медицинские показания очень важны в военных высших заведениях, потому что медкомиссия, если, мало ли, какие-то непоказания, ребёнок не сможет поступить. Заполняют анкеты, проходят какие-то собеседования, тестирования. То есть он их реально ведёт. И самое главное, Е помогает определиться. Так как наш психолог — это человек с военным образованием, он сам в своё время закончил Суворовское училище, и он сам изнутри всё это знает, где и как помочь нашим выпускникам. Из четырёх трое точно поступают в высшее военное учебное заведение. Естественно, мы идём в общем потоке, но у нас есть много плюсов у детей. За парашютные прыжки это в каких-то высших учебных заведениях даются по балу, по два и так далее. Ребята получают значки ГТО. Это тоже плюс один, где-то два, в зависимости от университета, баллы. То есть наш психолог помогает ещё набрать некие баллы дополнительно к тем, как они сдают ЕГЭ. Вот ещё лето впереди. Есть ли у вас, может быть, какой-то летний лагерь, сборы военные? Да, они у нас называются военно-полевые сборы. Будут проходить с 5 июня по 23 июня. Берём основная масса тех ребят, которые учились у нас. А, то есть можно прийти извне? Но это не основная получится часть. Вот на данный момент у меня 7 человек таких уже записано. Но больше 25 человек мы не берём. То есть это условно 18 наших. Это 6, 7, 8 класс. И плюс 7 человек новеньких. И как это всё проходит? Какая-то жизнь в военном лагере воспроизводится? Ну, я тоже скажу, что ребята, если думают, что оздоровительный лагерь это развлекательная какая-то деятельность и так далее, у нас она тоже чуть-чуть не такая. То есть с утра до обеда планируется снова кадетский компонент. Это снова строевая, огневая, уставная деятельность. А после обеда уже то, что предлагает нам оздоровительный лагерь. То есть это какие-то и мастер-классы, какие-то развлекательные мероприятия, дискотеки. Это же мальчишки, это же подростки, которым тоже это всё хочется и интересно. Заканчивается у нас уже время. Но вот ещё один вопрос. Вот сейчас у нас здесь на театральной площади проходят репетиции Парада Победы. Мы видим, что там ходят ребята-кадеты. Принимаете ли вы участие вот в таких городских мероприятиях? В нашем опыте такое есть. На данный момент наша коробка из 24-х человек, ребят наших кадетов, принимаем участие. То есть вас мы тоже видим сейчас. Да-да-да. Для кого-то это уже не первый парад будет среди мальчишек. В основном это ребята много иногородних, которые примут участие на параде 9 мая. Ну и давайте итог подведём всё-таки. О сроках, может быть, скажем, когда уже можно начинать к вам приходить, подавать заявление. Могут ли родители заранее приехать, посмотреть, как всё устроено? Может быть, поговорить с вами, там ещё с кем-то из сотрудников? Сроки приёма, в принципе, они уже обозначены. Мы уже, в принципе, начали вести приёмную комиссию. Назначаются собеседования на следующий год. Как опыт показывает, это весь май. Начиная после майских праздников, четвёртое, пятое, шестое, записаны уже собеседования есть. Чем быстрее, тем лучше. Потому что если из восьмого класса у меня основной состав пойдёт в девятый, то есть я новеньких могу взять раз, два, три человека и не больше. Потому что по уставу у нас написано «не больше 12 человек в классе». На данный момент у меня в восьмой класс 10 человек. Если не пойдут все в девятый, то у меня свободных мест будет всего два. То есть чем быстрее, тем лучше. По поводу приехать, посмотреть, как… В любое время это всё делается по звоночку. У нас есть приёмная комиссия, специалист вас направит, подскажет, даст телефон, расскажет, где мы находимся. Первый раз можно приехать без всего, без документов, без всяких характеристик. С той целью, чтобы просто ознакомиться с нашим режимом, с нашими правилами, с нашей образовательной программой, с нашей внеурочной деятельностью. На всех посмотреть, на наставников посмотреть. Если визуально всё нравится, тогда уже можно приглашать семью на собеседование. Если всё понравится, то мы зачисляемся. Заподписываем договор и ждём ребят. А куда звонить, обращаться, или где, может быть, информацию можно подробно? У нас есть сайт, там всё прописано, правила поступления, телефоны. Казанская, 91, это наш адрес. Находимся район филармонии. Обращайтесь, будем рады всем. Но не забывайте, что самое главное – это желание ребёнка. Что-то поменять, сделать. Это очень отражается на ребёнке, когда делается не по желанию его. А когда идёт ребёнок по желанию, то и ребёнок меняется, и родители меняются, и учёба налаживается, и учиться становится лучше. И из мальчишки вырастает настоящий будущий офицер. На этой ноте мы и закончим. Напомню ещё раз, что в студии у нас была директор частного кадетского колледжа «Север» Ольга Чебакова. Я Мария Кожевникова. Ольга Анатольевна, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня вам. Доброго дня всем слушателям.